Российский публицист-социолог Игорь Яковенко присоединяется к нашему эфиру. Буквально еще несколько секунд и вот, да, мы уже с вами на связи. Здравствуйте. Приветствуем вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Как по-вашему, вот исходя из этого сюжета, который мы только что посмотрели и услышали заявление Кадырова, как вы считаете, что это было? Это акт лизоблюдства или попытка реанимировать, очевидно, упавший рейтинг Путина? Я не думаю, что вот какое-то отношение там к рейтингу Путина, еще к чему-то. Кадыров – это человек, который позиционирует себя как верного пехотинца Путина, как человек, который первым бежит облизать начальственный зад, и его задача заключается в том, чтобы это демонстрировать постоянно. На этом основана вся политика Кадырова. Он готов поддержать все, что угодно. Значит, он действительно… Ну, понимаете, Кадыров – это вот такое явление своеобразное, такая аномалия внутри российского тоталитарного режима. Это такой сгусток этого режима внутри, создание, так сказать, абсолютно такой черной дыры. Кадыров, безусловно, связан с самим фактом своего рождения, связан с Путиным. Они оба, кстати говоря, тут же еще неизвестно, кто от кого больше зависит, потому что они оба вышли из Второй Чеченской войны, из этой крови, когда Путин на крови Второй Чеченской войны пришел к власти, а Кадыров, собственно говоря, тоже пришел к власти. Ну, сначала его отец, а потом он сам. Они тоже вышли из вот этого кровавого миссия во Второй Чеченской войне, когда они совершили предательство и перешли на сторону, так сказать, на сторону имперских оккупантов, предав чеченский народ в его освободительной борьбе. Поэтому они оба связаны, они оба повязаны вот этой кровью Чеченской войны Второй. Значит, и на сегодняшний момент, когда громадный Кадыровский режим держится на гигантской дани, которую Путин платит Кадырову, а взамен Кадыров обеспечивает ему полную лояльность со стороны очень проблемного региона, такого региона, как Чечня. В обмен на это Путин разрешает Кадырову делать практически все, что угодно внутри своей страны, ну, в частности, там, отрезать головы, похищать, пытать, убивать, делать все, что угодно. И, с другой стороны, он разрешает Кадырову делать очень многие вещи за пределами своей территории. Ну, например, когда в последнюю встречу Кадыров приезжал в Москву, и Путин согласился на то, чтобы построить мечеть в Москве. Ну, можно себе представить такой мысленный эксперимент. Собянин, например, мэр Москвы, встречается с Путиным и говорит, а Владимир Владимирович, давайте построим, скажем, православный храм в Чечне. Ну, я думаю, что все бы посмотрели на Собянина, как на сумасшедшего, потому что такое представить даже невозможно. Не потому что там православного храма в Чечне не может быть, а просто потому что само предложение со стороны мэра Москвы что-то сделать в Чечне, оно совершенно невозможно. А вот мэр, значит, глава Чечни вполне в состоянии командовать тем, что делается на территории Москвы. Вот такая вот вольница по отношению к Кадырову, она производна от эксклюзивного его положения. В админ на это он, так сказать, предлагает любые вот такие вот халуйские, подхалимские вещи. То есть это такой сплав, сплав такого вот своеобразного суверенитета, значит, Кадырова, в админ на предельное лакейство, на предельное лизоблюдство. Что же касается вот всех рассуждений о том, что там на выборах 24-го года у Путина будут какие-то проблемы, то я думаю, что это ошибка, никаких проблем у Путина не будет, никакого отношения его рейтинг к результатам голосования тоже не имеет. Да, недовольство какое-то, конечно, есть у людей во власти, потому что жить стали хуже все, и вообще проблем все больше и больше, но конвертироваться в какие-то действия по поводу вот этих выборов, ну, конечно, этого ничего не будет. Никто открытую против Путина не начнет работать. Значит, пристукнуть могут табакерка, шарфик, теоретически это возможно. Какой-то вооруженный мятеж маловероятен, но тоже возможен. А вот какая-то открытая, понимаете, ведь когда люди говорят о том, что существует какая-то опасность во время вот этого электорального мероприятия в 24-м году, то предусматривается что? Что кто-то открыто начнет, так сказать, выставлять какие-то кандидатуры, кто-то открыто начнет что-то делать. Ну, это надо совсем не знать, что такое Россия сегодняшняя, путинская, чтобы представить себе, что какие-то люди во власти начнут открыто выступать, устраивать какую-то контр-игру против Путина во время этого самого голосования. Ну, это не научная фантастика. Значит, Путина могут убить, Путин может сам умереть. Значит, Путина могут, это маловероятно, еще раз подчеркиваю, но может быть повторен что-то мятеж пригожено в исполнении каких-то людей. Это теоретически возможно, но такая версия, что вот объявлены выборы и, значит, против Путина начинает играть какая-то часть элиты на выборах, ну, это как-то совсем, это такие сказки, что, ну, надо совсем не знать, что такое Россия, чтобы такое говорить. Поэтому никаких проблем Путина на этом мероприятии не будет. Значит, Панфилова нарисует любую цифру, соответственно, в администрации президента. Игорь Александрович, а вот если говорить все-таки, вот развивать тему этих псевдовыборов, которые, наверное, будут в Российской Федерации, многие озвучивают, что предвыборная риторика Путина, которая вообще непонятно, зачем она ему нужна в таком случае, но тем не менее, она будет основана не на войне в Украине, а на несколько других иных посылах. По вашему мнению, в предвыборной кампании, если можно так назвать, Путин тему Украины будет поднимать активно, или же на самом деле тут будут подниматься вот эти тезисы про величие нации и различные другие скрепы, как вы считаете? Тема войны в Украине невыгодна для Путина, и он ее будет очень мало поднимать, но совсем уйти от этого нельзя. В основном будет разговор о том, что Россия не воюет с Украиной, Россия воюет с Западом, и вот поэтому так трудно все идет и так далее. Но это будет немного. А в основном, конечно, будет вот такая вот ура-патриотическая риторика. Что касается вашего совершенно справедливого вопроса, если все предрешено, то зачем вообще Путину компания? А дело в том, что это ритуал. Понимаете, вот есть миф, то есть у России нет идеологии, у России есть мифы. И вот каждый миф, как известно, он требует для своего поддержания определенные ритуалы. Вот есть миф победобесия, поэтому проводятся достаточно дорогостоящие мероприятия под названием 9 мая. Там люди ходят, там парад какой-то проводится. Вот миф победобесия надо поддерживать. И он поддерживается ритуалом. Вот миф о, так сказать, великом всенародном вожде Путине поддерживается с помощью ритуала под названием вот условных выборов, да. И это ритуал, его надо поддерживать. И в этом ритуале надо ходить, надо что-то говорить. Это ритуал, знаете, как вот церковные ритуалы. Они поддерживаются, там, свечки, значит, песни какие-то и так далее. Одежда соответствующая, это ритуал. Поэтому вот это вот мероприятие электоральное, это вот такой ритуал для поддержки мифа о всенародном лидере нации, который вот таким вот образом поддерживается. Так что никуда не денешься. Ну, это не очень дорогостоящая ведь история, понимаете. Если раньше, когда были какие-то элементы конкуренции на этих вот, на этом мероприятии, там надо было платить, очень вкладываться сильно в медийщиков, в пиарщиков и так далее. Проводить дорогостоящие кампании. А сейчас ничего этого не надо. Сейчас это все игра в одни ворота. Так что все очень просто. Так что, ну, да, будет какое-то действие, будут назначены какие-то, значит, спойлеры, какие-то говорящие головы, которые будут изображать конкурентов. Идея Кадырова, конечно, она никак не будет реализована, это понятно. Но это такая же идея, как у Маргариты Симоньянов взорвать над Сибирью термоядерную бомбу. Ну, примерно из этой же серии. Да, ну, вот как-то так вот. Такая же безумия. А как вы считаете, вот предположение, что в 2024 году выборы могут не состояться, они будут перенесены, насколько реалистичен такой план? Крайне маловероятно. Ну, понимаете, все возможно, мы живем в вероятностном мире. Но я не очень понимаю, зачем это нужно Путину, потому что фактически это мероприятие, оно чисто формулит. Еще раз говорю, это ритуал. Никакого реального выбора не будет, никаких реальных альтернатив не будет. Это будет просто вот такое мероприятие, в ходе которого Панфилова нарисует ту цифру, которую ей продиктуют в Кремле, и все. А зачем отменять такие выборы? Зачем их отменять? Я мотивы не вижу. Вот просто, да, я понимаю, что Путин это существо иррациональное, что угодно можно от него ждать, но я в данном случае не вижу совсем никаких мотивов. Они ничем Путину не угрожают. Зачем ему нужно создавать какую-то проблему? Люди будут думать о том, что что-то идет не так вообще, какие-то проблемы у Путина, зачем отменил? Зачем это нужно? Провел спокойно, так сказать, все, и пошел завтракать. Да, Игорь Александрович, спасибо громадное. Четко все прояснили. Благодарим вас за экспертный анализ. Игорь Аковенко, российский публицист, социолог, присоединялся к эфиру телеканала Freedom. Спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok